Закрывают его. Сергей Андронов пытается пройти за ворота. Это ему удается. Мне кажется, чуть-чуть его придерживали там. Но шайба-то уже ушла на пятак. Поэтому все, что происходит не у шайбы на первой-то минуте, сильному вниманию арбитров не подвержено. Евгений Кетов входит в зону. Бросает по воротам. Сам же на отскок. Отскок собирает и выходит Павел Дацук. Второе по порядку выхода звено у команды из Санкт-Петербурга. Гусев опасно. В растяжке какой-то невероятный. Кирилл, тебе по профессии это куда лучше объяснить. Но это был великолепный пас на Гусева. Это раз. Шикарная позиция у Гусева. Два. Но Илья Сорокин спас свою команду. Причем в растяжке он отразил первый бросок. А вторым броском Никита Гусев уже в створ не попал. Смена комфортная. Купачев. Отличная передача. Ковальчук не бросал. Делал пас на Торресона. Но тот то ли не ожидал, то ли не был готов. Раз уже подобрал шайбу и отдает ее на противоположный фланг. Здесь Нечушкин набрасывает на ворота. И Коскинен в ближнем углу шайбу. В скорости. Потому отыграл назад. Бросок Капезулина с подключением. Дацук! Удивительный игрок, на мой взгляд. И очень талантливый. Потому что игрок, которого часто спускают в высшую хоккейную лигу, для многих игроков это может быть каким-то психологическим ударом. Но вот глядя на то, как Акулов возвращался из вышки, с какой удвоенной энергией он играл в ЦСКА, это как раз таки и показывает, что этот игрок развивается. Развивание всей своей карьеры. Я бы даже больше сказал. Ведь такая же судьбина была и у Кузьменко, и у Светлакова. Она ничем не отличалась. Правильно, нет? Они тоже там играли? Да, да, да. Походу чемпионата. И даже многие недоумевали. Так хорошо звену. И бросок Коскиранты. Там, по-моему, шайба могла серьезно попасть в игрока ЦСКА. И Сорокин опять в упор с дальнего пятачка. Расстрел шел. Как успел среагировать? Такое впечатление, что ЦСКА сейчас играет в большинстве. А вот Сорокин сейчас на секунду буквально отпустил шайбу от себя. И уже готовы были игроки ЦСКА ехать на добивание. Но в последний момент Сорокин успел подтянуть шайбу к себе и остановил игру. Давай к Наталье обратимся. Наташ, а чья лавка все-таки оживленнее, а? Идет и там, и там. Вот сейчас был момент под воротами ЦСКА. Что говорит Харрис? Как будто бы, конечно, игроки его услышат. Что бросать-то обязательно нужно не промедливать. И стараться, естественно, растягивать игрок. Звук. Ну, разбежаться не удастся форвардам гостей. А вот шайбу потерять армейцы Москвы им помогли. Передача. Ковальчук взял на себя очень много. И в итоге, по-моему, штанга спасает армейцы Москвы. Никита Нестеров отобрал шайбу Ильи Ковальчука в средней зоне. Вошла. Бросок и промах. И опять траекторию прямую перекрыт. Коилий Славочки, Наташ, сверху видится именно так. Ну, относительно успокоились. В принципе, наверное, ЦСКА чувствует какое-то преимущество. Поэтому здесь все тихо, спокойно. Даже иногда Харрис улыбается. Вот что услышал от них? Шикарная просто смена мест. Шипачев встал на место Гаврикова. А Гавриков, как центральный нападающий, уехал за ворота. Сделал передачу на пятах. Но и здесь Патрик Торосом никем не прикрыт. И с близкого расстояния успевает бросить и найти лазейку. Неудобная высота. Раз. Очень, да, неудобная высота. Банавш вылезает на пятачок. И добивание. 1-1. Петровш, как по-армейски это... Во-первых, Андронов тут подождал. Петров выиграл борьбу у Хафизулина. Нечушкин великолепную передачу сделал, во-первых. А здесь, ну, несчастье просто. Где-то конек Херсли. Может, от него срикошетировала шайба. Да, от Гадрика. Дальше с микрофоном. О, как непросто действует. Внимание, после видеопросмотра определено. Вот так, урожая место. Хороший долг. ...зоне и не позволял нападающим ЦСКА бросать со свободного льда. Плюс к тому, у ЦСКА не идет большинство. И вот опасная ситуация. Бросок, и Коскин вступает в игру. Тут же обратно, прям буквально бумерангом. На ворота ЦСКА идет атака Торресом в зоне. На дальний борт переводят шайбу. Вадим Шипачев. Сразу два армейца Москвы рядом. Но двое против одного. Значит, где-то хозяев поменьше будет. Пока еще ЦСКА из зоны выйти не может. Наброс на пятак. Там борется Торресом. Зону закрывает ЗУ. И опять шайба пошла за ворота. Потому что кто нам мешает, тот нам поможет. Из другого уже фильма. ЦСКА забивает за 54 секунды. Ярноколский ранта. Великолепным броском под планку. Во втором матче подряд Ярноколский ранта забрасывает шайбу. Ну и вот и все. Казалось бы, ЦСКА провел шикарную атаку. Не смог добить шайбу. Но в оборону. Давайте посмотрим, как возвращались армейцы. Патрик Черсли. О, попал в дальний день. Такие не берутся. Попал в дальний день. Это шайба в стиле ЦСКА. То есть СКА показал, что... Ребята, вы, это сказать, нас хотите ловить на контратаках. Мы и сами не дураки. Поймать кого угодно. Патрик Черсли защитный. Не самый быстрый. Но уж если он приладился и натянул бросок в дальний. Я вот только сейчас хотел сказать, что основная задача ЦСКА на эту игру – это использовать ошибки. Вынудить СКА ошибаться. Но сейчас уже Патрик Херсли вынудил ошибиться. Михаила Пашнина выдернул его на себя. Прошел мимо него. Вот так вот. На встречном движении поймал его. И не сближаясь с Ильей Сорокином, синюю линию шайба находится на крюке Хрюшки Патрик Херсли. Хотя факт контроля над шайбой, он абсолютен. Все это время. Так вот, буквально смысл или петельный. Вот это тоже надо каждый раз, так сказать, точно для себя знать. То есть если бы шайба... Ну все, лайнсмены готовы, да. Да, лайнсмены уже готовы. Глеб Лазарев и Евгений Юдин появляются на площадке, объявляют о своем решении главному арбитру. Сегодня судьи, да, и главные. Ну и Роман Гоффман. После видеопросмотра определено. Положения вне игры нет. Хороший гол. Попов поддерживает атаку слева. Передача прошла. А броска нет. Защитывает Плотников. И Никита Гусев уходит один на один. И забрасывает четвертую шайбу. СК сейчас немножко ошарашим тем, что происходит. При этом Никитин, конечно, или еще вы говорили о том, что нужно начинать после третьей пропущенной шайбы. Все сначала. Центральным много заданий давал опять-таки Никитин, но пока, видите, не получается. А Харрис Витальевич со стороны СКА заставляет своих игроков... Держал один на один. А Никита Гусев – это игрок, который... Ну, я прекрасно помню, как он работал над вот этими... Но сроки заключения хоккейного одинаковые. Примерно, об этом говорить точно, две минуты. 4-1. СКА выигрывает. А ведь сыгранные четырех минут во втором периоде. Вообще СКА... В первом периоде обе команды, а во втором пока что СКА производит впечатление очень сильное. Да, потому что за СКА вроде бы не сдался. Автор первой заброшенной шайбы в сегодняшнем матче на ваших экранах за грубость он получил. Валерий, бросок поворотом мимо. Науменков. Здорово Коскин сейчас фиксирует шайбу в ловушке и останавливает эту встречу. Лезет, лезет на пятак и туда же уже любимо проманулся. Будет бросок от синей линии. Все это правильно. Коскин на месте. Один игрок СКА обязательно на пятачке. Самый жесткий, конечно. Но сейчас боевой такой, что... Прям чуть не сам. Хороший отрезок провел ЦСКА. Два броска в одной смене. Причем оба броска были достаточно опасными. Естественно, после такой смены возникает эмоциональная ситуация. Как он обыграл, а? Ставил, отборолся, помог. Пошел теперь он обзор перекрывать. Игру высоко поднятой клюшкой фиксирует. Не опасно поднятой клюшкой, а просто игру высоко поднятой клюшкой. Это по хоккейно-процессуальному кодексу нарушение административное. Место вбрасывание изменит. А дальше даже подписку не возьмут. Правильно? Сергей Андронов, да. Сразу стремился на пятак. Ну а вот Кирилл Капризов. Момент. Как здорово он Патрика Херсли обыграл. И вот буквально одним движением. Клюшку. Подобрал себе шайбу. Бросил. Это нарушение численного состава не во время заброшенной шайбы, где арбитрам требуется просмотр. А здесь уже просто линейные арбитры ставят перед... Один из тех, кто находился на льду. Кирилл Капризов. По меньшинствию он играет мало. Но давай посмотрим. Каноническая ситуация. Ее разбирал Алексей Анисимов как раз в перерыве этого матча. Неуголы мог, кстати, попасть. Еще бросок. Теперь уже в дальней. И ровно за 8 минут до окончания периода номер 2 шайба покидает пределы площадки. Алексей Яшев. Но тут очень много хоккеистов звездных. Конечно, никто не может пропустить такую возможность. Регулярного чемпионата не только лучшие команды западной конференции, но и лучшие команды регулярного чемпионата с точки зрения набранных очков играют. И действительно... Кирилл празднует возвращение московских армейцев в игру. Интрига возвращается в этот матч. Они вернулись в гонку. И причем мне сейчас изначально... Кирилл, можно перебью? Наталья Кларк. Потому что я думаю, что за подобные ошибки, за подобные вот это передачи поперечные, я думаю, что Олег... Олег Валерьев, что Наталья даже не решится повторить, нет? Ну вот для меня изначально была непонятная ситуация. Сразу же подъезжают и стараются разнять конфликтующих игроков. Но вообще два шестнадцатых номера, из которых... Шестнадцатые номера из Санкт-Петербурга крупнее раза в полтора, да? Спасибо большое. Наигрывали, во-первых, с капризом, во-вторых, в большинство. Но все равно, как говорится, жалеть по этому поводу жалко за каждого из них. А у команды ЦСКА достаточно хоккеистов, правильно, нет? Он на скорости шайбу получил. Вот в чем все делается, уже набрав. А Робинсон занял неправильную позицию. Он попытался сбоку выбить шайбу у Никиты Гусева. Барабанов! Конек крюшка. Но Сергеев на чеку не дает прорваться. Ничушкин. Постандронова-то нет, его стережет уже. Соперник очень внимательно. А вот сейчас Петров рубящим ударом шайбу оставляет в чужой зоне. Полторы минуты во втором периоде играть. Виктор Тихонов за ворота Юханса на шайбу отправляет. Вот тот, по-моему, слишком поспешно играет по борту. Евгений Кетов может и бросить из круга для вбрасывания. Но подставлены две клюшки, и шайба летит куда-то там в небеса. По разу вратарей сейчас сыграли не точно клюшки. Сначала Коскинен не очень уверенно выбросил шайбу. Так что Петров смог в зоне атаки. Ну и сейчас Ларс Юханссон тоже. Пошел Сергей Широков на Артема Сергеева. Но Артем Сергеев ушел от этого силового приема, оставив ногу. То есть, Сергей, когда уже Артем Зуб лежал, Андрей Светлаков его, так можно сказать, воткнул в лед. Надо остановиться, да, потому что я понимаю, что, мол, то, что на льду понятно тут. И Гавриков на пятачке, и Плотников на пятачке. А Гусев держит, держит шайбу. И на военного передачу, чтобы кистевым броском. И тут же моментально, по приказу, бросаются меняться хоккеисты ЦСКА. Удалось, по-моему, да, заменить состав? Состав заменить удалось, но опасная контратака была. Коскин сразу же вышел из ворота и отправил Павла до Цука. Ну, в третий раз сегодня СКА получает численный перевес. СКА получает численный перевес. И ЦСКА подобных отказей еще не было. Ну, вот за этот эпизод тоже нужно себя сдерживать. Ну, могут арбитры и пройти в период, а могут и не пройти. Если буква ест, то где-то пара минут, конечно. Ну что, бросование у ворот Ларса Юхансона. Вот выбор на следующий матч, а? Да. Илья Ковальчук на вбрасывание. Вот еще раз можно посмотреть за этим эпизодом. Кирилл Капризов находился на дальнем пятаке, но при этом шайба пошла в круг вбрасывание, где находился один. Она остается у хозяев. Опасно! Как хитрый Грег Скотт подставил клюшку таким образом, что шайба выскочила на пятак. Ну, а Коскинен, он находился на щитках, и он видел, как шайба к нему прилетела. Смотрю, сейчас, я думаю, это Никита Гусев. Да, чуть-чуть, и вижу там Андрея Светлакова. Вовсе не Сергея Андронова, который сейчас крупным планом на экране. И Светлаков еще пока на лед выйти не может, а состав ЦСКА таков. Гузьменко. А есть другие, которые не хотят смотреть? Нет, ну, у некоторых просто рост не позволяет. Менять траекторию движения ему Вячеслав Бойнам, конечно, не даст. Шайба покидает пределы площадки от плюшки Кирилла Петрова. Ну, как минимум, думаю, убрасывание будет в средней зоне. Но сейчас вот у линейных арбитров идет совещание, потому что изначально один линейный арбитр показал на то, что будет в средней зоне. Ну, а мы давайте посмотрим эпизод, когда Сергей Андронов простреливал шайбу на пятак, но до Валерия Нечушкина она так и не... На самом деле 7, и даже немножко больше, да. То есть здесь-то понятное дело, что ЦСКА будет проигрывать... Ситуации было много, я думаю, что болельщики ЦСКА, наоборот, вот сейчас будут саркатичных воспринимать. Вот, мол, да, поправили статистику. За 10 секунд, держите ноль, да.